Всем большой приветик! Добро пожаловать на мой канал, вы на канале Creative Haven. И сейчас вам покажу распаковочку одного заказа с Алиэкспресс и одного заказа с EtudeSite. Как я уже говорила, я каждый месяц делаю заказы на карандаши на сайте EtudeSite. Вот такая вот эта коробочка пришла, небольшая. Хотя заказ, в принципе, был... Точнее, даже наоборот, для моего заказа слишком большая. Но там был подарок. То есть на сайте EtudeSite сейчас проходит акция новогодняя. При заказе от полутора тысяч вам... Ну, выбирайте подарок. Вы не знаете, что вам придет, но можно выбрать две коробочки. Одна маленькая, другая чуть другого. В общем, одна длинная, другая квадратная. Вот. Ну, я решила этим воспользоваться, конечно же, так как делала заказ. Сейчас мы распакуем. Запечатано, как всегда, хорошо. Приходит все в отдельной коробке. Ну, еще эту коробку заклеивают очень сильно скотчем. И внутри тоже должно все в коробках лежать. Я рекомендую этот сайт. Там очень много товаров, которые для творчества... Вот так, блин, даже открыть не получается. Очень много интересных товаров для творчества. Часто пополняются полки, так скажем, в магазине. Ну, имею в виду на сайте, да? То есть если что-то закончилось, то в ближайшее время что-то появляется. Ну, не все, конечно, но в основном. Разбомбила всю коробку. Как всегда, накладная. Опять вот такой вот буклетик прислали. Где он, по-моему, не буклетик? По-другому как называется. Так, ну и сейчас давайте я достану все и покажу. Ого! Слушайте, даже все как-то многовато. Мне кажется, что я меньше заказывала. Очень много пупырки. Даже на дно положили еще пакет пупырки. Может, просто коробок не было подходящих, поэтому большую запаковали. Так, ну поехали. Ой, я уже подарочек вижу. И он еще так красиво упакован. Просто вот, вы посмотрите, вручную это вручную упаковано. Это настолько мило, приятно. Так что даже ради этого подарочка... Правда, так, там карандаши я чувствую. Блин, мне интересно. Ладно, поехали. Давайте сначала откроем основной заказ, а там подарочек откроем. Мне очень интересно, что там. Так. Ого, у меня зашлился пачек карандашей. Я извиняюсь, что шумлю. Кстати, что с микрофоном, что без микрофона шумит все одинаково. Так, здесь у меня, как всегда, Лира Рембрандт и полихромосы должны лежать. Фабер Костель. Ложат всегда в такие коробочки, но, видимо, поштучно полихромосов заказывают. Вот. Так, ну и здесь, естественно, полихромосы. Ой, очень много красных. Ну, я, да, специально заказывала. В общем-то, палитра у меня уже большая, у полихромосов. Следующие. Надеюсь, не повторяются. Ну, одного, по-моему... А, нет, это у Лиры не было какого-то карандаша, и они мне заменили его на серый цвет, хотя мне особо не нужно. Слушайте, если бы так много полихромосов, что ли, заказала, классно. Я даже и как-то, честно, я не помню, мне казалось, что мне мало было заказано. Ну, все, да. В общем, Лира просто по размеру поменьше, поэтому она... Так. Поэтому она помещала... А, нет, здесь вот еще смешанная полихромоса. Классно. Классно. Мне почему-то казалось, что я меньше полихромосов заказала. Вроде ничего не повторяется. Кстати, надо будет проверить. Ну, в общем, давайте с Лиры. Начнем Лиру. Я заказала... Сколько у нас тут? Три, шесть, семь, восемь карандашей. Вот этот серый заменили мне, так как какого-то из синих не было карандаша. Ну, да ладно. У меня палитра, в общем-то, уже большая. Я выкраску буду делать за кадром. Не буду здесь на камеру делать. И... Ой. Прямо шумно так. И вот все мои полихромосы. Блин, классно. Теперь у меня почти всяк палитра. Много коричневых. Блин, сейчас буду вываливать. Что-то чудово. Короче, вот такой вот был заказ. И давайте сейчас откроем, наверное, подарочек. Потому что я все-таки выкраску отдельно сделаю. Либо в кадре будет выкраска. Просто музыку ставлю вам. Ну, давайте откроем, что здесь за карандаши. Было бы, конечно, прикольно, если бы положили, ну, допустим, полихромосы, да, несколько дополнительных. Ну, навряд ли. В подарок нет. Скорее всего, они бы тогда просто скидку сделали, акцию, да, и все. Так, ну, давайте. Даже рвать не хочется и бумага. Ну, красивая. Темная, да, конечно, но все равно красивая темная. Новогодняя такая. Так, ну, прям... Короче, ладно, рвем. Все. Так. Ого! Вау! Ну, блин, только, пожалуйста, не говорите, что это... Смотрите, какой подарок! Слушайте, а это круто! Лира! Блин, скажите, что это... Ну, это поликало. Нет, это не акварельный. Блин! Я в шоке! Ну-ка, давайте посмотрим. Мне теперь интересно... Кстати, если еще акция-то действует, я получила еще денежку, и, может быть, закажу еще карандаши. Так, а, вот она как открывается. Я надеюсь, это не какие-нибудь черно-графитовые? Нет. Разноцветные. Разноцветные. Ух ты! Офигеть! Вот это да! Просто офигеть! Серьезно? Чего-чего, но такого я не ожидала. Я не ожидала такой подарок получить, серьезно. Вы посмотрите. Офигеть! У меня эмоции, извините за шкальность. Да, здесь будет повтор, скорее всего. У меня, по-любому, половина из этих карандашей уже есть. Не знаю, к счастью или к сожалению, но... Я в шоке! Просто в шоке! У меня нет слов. Пипец! Так, давайте, наверное, подарок я отложу в сторону. Мы его отдельно выкрасим. Я потом посчитаю, сколько у меня карандашей и чего и как. Вот, и мы сейчас с вами будем распаковочку другого, ну, другого заказа делать. АМЛ с Алиэкспресс прислали. Приходит очень быстро на склад в течение одного дня. Поступает заказ после того, как вы его сделали. И отправляется сразу же в этот же день, как он поступает на склад. А после этого приходит за 2-3 дня до нового Уренгоя. То есть, получается, ну, как бы... У меня очень быстро пришел заказ. Кстати, по накладной. А сейчас хочу сказать. Ну, тут говорить особо нечего. Брала я на 3,5 тысячи заказ у меня был. Было бы классно, если бы еще сделали, знаете, какой подарок. Вот на 1,5 тысячи один подарок. На, допустим, больше 1,5 тысячи уже другой подарок, там, побольше и так далее. Ну, и этому я очень рада. Это хороший подарок, согласитесь. Ну, как бы... Да, они 55 рублей. Ой, почему 55? 40 с чем-то рублей стоит. Но все равно очень даже хорошо. Хорошо. Итак, я раскрыла следующую посылочку свою, тоже в пупырке. Ну, все видим уже, я так думаю, что там вам высвечивается марка, фирма. Мне захотелось эти карандаши. И, кстати, где-то на... Либо на Зон, либо на Валберес я нашла... Увидела еще, короче, карандаши есть. Не знаю, какая фирма, но, наверное, не марка, а что-то другое. И там... Сейчас я вам объясню. Попытаюсь, по крайней мере, правильно объяснить. И, короче, там 50 телесных... Ну, типа, по не телесных, а 50 расцветок пастельных тонов. Ну, мне кажется, столько вообще не может быть в палитре. Конечно, я могу ошибаться. Так, короче, хорошо завернуто в пупырку. О, там даже подарок какой-то лежит. Отдельно. А я и не видела его. Так, сейчас. Да что ты будешь делать, а? Пошумим немножко. Вот такая вот бумажечка. Не знаю для чего. Какой-то сайт, реклама типа того. Вот так вот выглядит коробочка. Вот. И сейчас подарок, подарок, подарок. Интересно, что это за подарок такой. Такая вот ручка. Давайте. Сейчас у меня тут есть. Белый листочек. Пишет она или нет. Черная. Да? Ну, такая черно-синяя, короче. Ну, вам не будет так прям видно хорошо? Мне видно, что черно-синяя. Классно. Буду ее беречь. Даже хоть она и такая, знаете, обычная. Но у меня девчонки постоянно куда-то ручки девают, а это надо будет спрятать. Все-таки подарки, даже дешевые, иногда очень приятно. Ну, давайте откроем коробочку. Кстати, недавно наткнулась на эти карандаши. Девочка спрашивала в группе, какие лучше эти или в другой упаковке типа того. Здесь металлический матовый пенальчик, назову его так. Вот, тут тоже закрыто, заклеено. Очень круто. И, ну, я его, наверное, разложу пока, потом уже там буду. Так, сейчас, секунду. Все. Сейчас мы с вами откроем его. Если получится. Так, вот так вот это выглядит. Ну, коробка, вот, крышка просто снимается. Ну, красивое оформление. Карандаши сами тоже выглядят достаточно симпатично. Интересно. Здесь вот такой вот еще лежит внутри бумажечка с палитрой. Вот она. Кстати, нумерация есть. На карандашах есть нумерация тоже супер. Вообще отлично. Круто. Я прям довольна. Сами карандаши выглядят очень красиво. У них квадратная форма. Первый раз я встречаю такой карандаш. Ну, я думаю, многие уже видели такие карандаши. Но давайте я пока что без выкраски просто парочку карандашей протестим. Мне интересно почувствовать, как они рисуют. Они мягкие достаточно. И очень даже насыщенные. Карандаши классные. Но мы еще об этом поговорим. Короче, я сейчас пока отключусь, сделаю выкраску и к вам вернусь. Итак, сделала я выкраску тех цветов, которых мне не доставало. Опять у меня 21-й попался. Но вы можете видеть, да, что он у меня уже выкрашен. Либо я ошиблась. Опять. Либо они все-таки мухлюют и ложат то, что все-таки не нужно. Потому что вот предупреждали меня, что вот одного цвета 55-го нету. И вместо него, ну, который был, это вот 97-й я заказала. Вот я его выкрасила. Кстати, ну, сейчас вот опять же, все-таки цвет очень много зависит в лире. Потому что, я уже не раз, наверное, это говорила. Некоторые рисуют мягко, некоторые жестко. Вот все, которые сейчас я заказала, очень мягко рисуют. Мне очень понравился вот этот вот цвет красивый. Палитра очень похожа на призму. Я прям вижу здесь очень много оттенков точь-в-точь, как в призме. Но у меня пока их еще не так мало, ой, не так много карандашей от лиры. Поэтому еще 100% не сориентировалась. На самом ли деле, ну, так похожи цвета или нет. Ну, сейчас давайте достанем отсюда карандаши. Здесь есть один точно цвет, которого у меня нет в наличии, который я не стала в этот раз заказывать. Это, если не ошибаюсь, 0,5-й, вот такой вот желтый. Так, 93-й у меня есть, мы его отложим в сторону пока что. 46-й у меня тоже есть, мы его отложим в сторону. Дальше у нас идет 35-й. 35-й, 35-й, 35-й тоже есть. Это я сейчас его делала в заказе как раз-таки. Дальше идет 13-й цвет, его нету. Мы его сейчас с вами выкрасим. 65-й цвет. 65-го нет, мы тоже сейчас выкрасим с вами. 31-й есть однозначно, я точно помню, вот он. Здесь отложим в сторону. Дальше идет 43-й, я думаю, тоже есть, да, есть. Идет потом 83-й. Нету его, мы сейчас с вами выкрасим. Отлично. Считаю, уже 4 карандаша. Из подарка мне достались, ну, прям как надо, да. 39-й есть, вот он у меня выкрашен уже. И 91-й должен быть. Да, 91-й есть. Вот он жестко рисует как раз-таки. И 48-й, 48-й, 48-го нету. Вот 5 карандашей из 12-ти мне... А, точно из 12-ти, подождите. Здесь 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да, 12. 5 карандашей из 12-ти цветов, которых у меня нет в наличии, которые у меня есть, выкраски, которые я планировала заказать. Поэтому отлично. Подарком я прям вообще довольна на 100%. Давайте тогда сейчас на камеру выкрашу вам парочку расцветок. 5-й, главное не перепутать сейчас. Желтые, кстати, ну, я вот почему-то редко пользуюсь желтыми. Хотя очень часто в цветах они нужны. Но как-то вот что-то с желтыми, пока любовь у меня не сложилась, так скажем, расцветками. Но бесплатно почему бы и нет. Вообще шикарно. Они даже похожи. Ну, вот этот побледнее немножечко такой. Точнее, он более желтый, а этот более с зеленым каким-то подтоном, мне кажется. Так, дальше, следующий поехали. Где у нас 13-й здесь? Оранжевый такой вот. Оранжевый вообще почти не пользуюсь, не знаю. Ну, вот этот вот. Либо тыква, либо морковь. Наверное, больше морковь. Напоминает 13-й цвет. Вот 13-й из разряда немножечко жестковатых, я бы назвала его. Ну, бледные оттенки всегда более жесткие. Мне почему-то кажется так. Так, дальше 48-й давайте. Иди он у меня здесь. Сейчас посмотрим. Ну, отлично. Подарок, я считаю, достойный. Вот 48-й синий крошится. Кстати, синий именно у Лиры сильно крошится, очень часто. Практически все оттенки крошатся. Такой вот получился. Так, дальше, следующий. 65-й. Вот он, зеленый. Давайте посмотрим, что тут за зеленый. Ой, ну, это вот на елочку у меня сейчас подойдет. Я еще в... Как его? В Джоанни Бесфорд елку не докрасила. И вот, наверное, этот оттенок мне сейчас как раз-таки понадобится в этой иллюстрации. Вот. И последний у нас это 83-й. Ой, с краю. Ну, это тоже как бы оранжево-коричневый или коричнево-оранжевый. Кому как. Крошится немножечко или крошится. С русскими, я думаю, не раз уже вы слышали, что беда немножечко еще у меня. Так. Ну, в общем, вот так вот получилось. Почти все, что мне нужно было, собрала. Подарили вот такие вот краёла. Мелкие восковые. Прикольные, кстати, мелкие. Я была в шоке, если честно. Ну, один она уже забрала. Я ей дала бы раскрашивать, который не сильно ходовой, так скажем, для меня. Ну, вот, допустим, некоторые расцветки я бы потестила. Это вот такой вот этот вот. Ну, фиолетовый, в общем, бирюзовый я его назову. Такой вот голубенький с фиолетовым подтоном. Вот эти вот такие бы потестила. Ну, короче, несколько бы этих я попробовала у себя в раскрасках. Ну, вот так вот они красят. То есть все так прикольно. Никаких, ну, проплешин практически нету там. Ну, тут еще бумага, как бы от бумаги много зависит. Ложатся так прикольно, хорошо на бумагу. Мне очень понравилось. Но единственное, что мне кажется, бумагу можно будет использовать только... Либо офисная, но чтобы вот она не была ребристой. Иначе, если вот ребристой воспользоваться поверхностью, то, наверное, это будет плохо. Они будут тогда полосить, так назову это. Так, ладно, все. Давайте мы сейчас с вами перейдем к Марка. Я пока полифромысы уберу в сторону. Блин, ну, много полифромысов заказала. И столько много коричневых еще расцветок. Так, Марка, Марка, где мы тебя будем выкрашивать? Ну, наверное, здесь. Подпишу я их, наверное, потом. И выкраска будет обычная. Не буду тут сейчас ничего здесь расчерчивать. Так, ну, давайте откроем их с вами. Еще разочек покажу их вам. Вот такие вот они красивые. Мне очень понравились. И я уже, в принципе, довольна результатом. Ну, и поехали. Я по очереди их буду выкрашивать, а нумерацию уже потом пронумерую. Интересно, удобно будет вот такой квадратный карандаш держать или нет? То есть у них они в квадратной форме вот такие вот. Ну, очень интересные. Ладно, все, давайте много болтаем. Как всегда, давайте тестить. Так. И я уже неправильно начала. Так, они мягкие, достаточно мягкие. Кстати, вот основа какая у них, не знаю, восковые или масляные, или что у них. Ну, очень мягко рисуют, прям такой красота. Мне понравились. Уже интересно, как будет в раскрасках. Соответствие цвета, в принципе, хорошее. Ну, мы еще дальше потом с вами сравним. Ну, похожи, конечно, они все-таки. Но оттенки все-таки разные. Наслаиваются. Ну, вот я сейчас несколько раз провожу. Не сильно прям вау наслаиваются, но неплохое наслаивание, я бы сказала. Это лично мое субъективное мнение. Возможно, оно будет с вашим отличаться. Я боялась, уже откололась немножечко, боялась то, что они будут плохие. Я так поняла, то ли наоборот их сравнили, если что они мягкие, как призма, то ли наоборот на них сказали, что они жесткие. Вот я, честно, не помню уже, конечно. Но я боялась по этим отзывам, что будут плохие карандаши. Но, если честно, это не так. Они достаточно хорошие. За свою стоимость, я считаю, они достойны этой цены. Таких оттенков редко встретишь в палитре, в принципе. Вот если сравнить, да, призму. У меня много разных оттенков в призме, но таких именно очень мало. Но я еще прям 100% не сравнивала. Это мое мнение на первый взгляд пока что, да. Со временем посмотрим, что я там дальше решу. Что-то как, ну, очень классные. И, говорю, сильно я особо не надавливаю. Наслаиваю. Вот единственное, что делаю, много наслаивания, чтобы поярче был пигмент, чтобы вам было сейчас все это видно. Надеюсь, вообще вам там что-то видно. Ну, конечно, чем бледнее карандаш, тем он бледнее рисует. Для кожи будет вообще шикарно. Особенно тем девочкам, которые любят рисовать бледную, розоватую кожу, да, такую. Таким девчонкам, ну, такие карандаши здесь будут очень хорошо. Вот, самый бледный розовый выглядит он вот так. Вот не вот этот карандаш, а вот тут вот. Бледно-розовый. Неплохо. Они блестят. Имеют блеск. Так, поехали дальше. Следующий тестить. Ну, и, кстати, квадратный карандаш. Очень удобно, достаточно держать в руке. Слушайте, я, в принципе, довольна. Неплохо. Мне очень легко его держать. Особенно, если не ребром по бугорку, да, если не ребром его держать, а вот так вот именно, то вообще отлично, хорошо лежит в руке. Я прям довольна. Так, поехали тут дальше. У нас уже оранжевые идут. И палитра розовых большая, в принципе, бирюзовая и красивая. Сейчас мы все потестим. Вообще прям... Даже вот оранжевый, смотрите. Блин, ну, прикольно. Я правда говорю. Честно, таких у меня оттенков, в принципе, нету. Даже в призме. Ну, большинства из них нету. Призма более такая все-таки яркая как-то. И она по-другому совсем ложится на бумагу. Похожи немного некоторые оттенки, да. Но даже видно. Вот я не наслаиваю, серьезно. Вообще. У меня рука тяжелая, конечно. Вам может казаться в камеру, что я прям надавливаю, но я еле-еле касаюсь бумаги практически. Наслаивание все-таки есть. На 2-3 тона можно наслоить их хорошечно. Это хорошо. Я думаю, мне так кажется, по крайней мере. Так, давайте тестить желтенькие. Красота. Я довольна карандашиками такими. Полностью довольна. За 1075 они мне достались. Я не стала брать набор, типа, с подарком. Там пенал можно было. В подарок пришел пенал-скрутка на 30... Нет, на 12 карандашей. Так, и держатель для карандаша должен был еще прийти. Ну, в другом наборе, если бы я заказала, держатель для карандаша там мог быть. И что-то еще. Может быть, лежит точилка, честно, не помню. Так, ну, неплохо. Очень даже неплохо. Сейчас посмотрим вот этот лаймовый такой. Хотя он даже, наверное, не лаймовый, но похож чем-то. И даже этот цвет не такой яркий, как он может на первый взгляд показаться, да? То есть на самом карандаше кажется такой прям ядобитый, яркий, да? Но по факту нет. Он достаточно бледноватый ложится на поверхность. Вообще красота. Правда, я очень довольна. Очень хорошие карандаши. Но они, в принципе, свою стоимость. Они даже круче, чем Брутфанер. Кому как удобно назвать. Мне больше нравится Брутфанер. Ну, название именно я веду. А карандаши, вот, ну, если по стоимости, да, сравнить. Наверное, я немножечко не так начала говорить. Ну, да ладно. Если по стоимости сравнить, понятно, тут 24 всего лишь карандаша. А стоят они 1075. А в Брутфанерах они, там, сколько их? 160, 150. Ну, там разные, по-моему, наборы есть. Они там стоят 2000. Ну, конечно же, эти карандаши круче Брутфанеров. И в Брутфанерах нет такой палитры на самом деле. Нету этих оттенков, которые здесь есть. Шикарно. Шикарно просто. Я в восторге. Ну, я, конечно, да, у меня мало прям карандашей. Возможно, где-то есть еще бюджетнее такие карандаши хорошие. Может быть, не спорю. Но мне нравится именно этот набор. Им я полностью довольна. Реально очень интересные цвета. Я рада. Не пожалела я своей покупки. Но я сразу, как только появились деньги, я сразу заказала себе эти карандаши. Даже без раздумья. Даже практически отзыва не читала. Я увидела и поняла, что пока они у меня там в корзине лежали, гуляли в корзине, отдыхали, я поняла, что все-таки я их хочу себе и заказала. Ссылочку, если интересно, конечно же, я оставлю в описании. Главное не забыть, когда буду монтировать ролик, потом оставить ссылку. А то я такая говорю-говорю ролики, а потом забываю и ссылочку не оставляю. Вот сейчас в голубеньких начинает крошиться карандаш. То есть до этого я особо не встречала вот эту вот крошку. Здесь сейчас немножечко есть крошка. Но она прям такая мелкая, незначительная. И даже рукой проводишь, она не размазывается. Тоже я это считаю плюсом. Я на это обращаю иногда внимание. Потому что бывает, что крошится карандаш. начинаешь вытирать и кисточкой, и рукой. А оно все размазывается, и цвет меняет на... Ну, на раскраске где-то портит какую-то часть, какую-то деталь. Вот так вот. Я надеюсь, у меня телефон не умрет, пока я снимаю видео. Так. Здесь сейчас я делаю надавливание на голубые чуть-чуть посильнее. Но дальше вот уже под конец я надавливание убираю, так скажем. Так вот получается. Сейчас самый светлый голубенький потестим. Интересно, что тут будет за цвет. Ну, классно. Правда. Говорила, что не буду болтать. Ну, скорость увеличила. Но все равно заболталась. Еще и повторяюсь, да, скажете. Да, стало повторяться. Ну, да ладно. Просто. Короче, вот так вот получается. Что еще с вами пообсуждать насчет этих карандашей? В принципе, даже я не знаю, что еще сказать. Мягкие. Средняя жесткость, я бы назвала это. Не сильно жесткие, не сильно мягкие. Ложатся на поверхность достаточно легко. Не плешивят, что удивительно. Практически не плешивят. Но все-таки еще многое зависит от бумаги. Я, да, уже говорила об этом один раз. И это знают все прекрасно. Но я считаю, что все хорошо. Единственное, я не знаю насчет выцветания. Будут они выцветать или нет. Ну, а так, в принципе, вообще шикарно просто. Палитра достаточно хорошая. Единственное, что я знаю, что есть Берлинга, да, по-моему, выпустили тоже постельные тона. Тоже, по-моему, 20... А, 12 там расцветок, если я не ошибаюсь. Так, я вот уже перепутала, какой карандаш я сейчас только что красила. Эх, блин, забыла. Наверное, не он. Или он, или не он. Нет, не он. Все. Следующий у нас такой карандашик. Красота. И все-таки, да, некоторые карандаши ложатся более приятно на бумагу. Другие карандаши... Ну, именно расцветка. Какая-нибудь другая расцветка где-то ложится немножечко по-другому. Вот. Особенно мне нравится, как ложатся на бумагу вот этот цвет, который последний сейчас раскрашивал. Вот этот вот цвет хорошо ложится на бумагу. И не наслаиваются. И именно фиолетовые оттенки хорошо наслаиваются, что хочу сказать. Чего не скажешь насчет бледно-розовых и насчет бледно-желтых. Там наслаивание чуть-чуть похуже. И вот такой вот последний карандаш у нас. Это телесный номер 13, White Rock. Давайте посмотрим, как он для лица интересно подойдет. Ну, в принципе, неплохо. Так, почти докрасила сейчас. Чуть-чуть давайте наслоим еще немного. Под давлением немножечко прокрасим. Так. Ну, в общем, вот такая вот красота у нас получилась. Давайте я вам теперь сейчас поближе покажу. Такие вот нюдовые постельные оттенки. Вот, конечно, этот карандаш бледный, который в бежевого цвета, последний, который я красила. О, все, ребенок пришел. Кошмар. Дверь у меня закрыта. Он блеск дает, да, и для лица, наверное, будет не очень. Но можно было бы попробовать, интересно. Не знаю, вам видно блеск или нет, видите вы или нет его, но он есть. В общем-то, неплохая палитра. Оформление карандашей красивое. Как всегда, маркетинговый ход, наверное, даже действует здесь. Я довольна, в принципе, своей покупкой. Классные карандашики. И оформление классное. И пигментированное. Они хорошо. Даже больше я не знаю, что сказать. Все нормально у них. Ничего плохого я сказать про них пока что не могу. То есть по выкраске я довольна полностью своей покупкой. Шикарно. Ну что ж, я успела уже прессовать своими новыми карандашами от Марка. Вот. Так, я попробую сейчас конкретизировать немножечко свое мнение об этих карандашах. Потому что я как-то там в ролике немножечко что-то во время съемки, не знаю, мне кажется, фигню какую-то несла. Ну, в общем, вот такая вот получилась расцветка. Такая палитра цветов. Конечно, слишком много розовых. Но, в принципе, на цветы какие-то такие свежие легкие цветочки хорошо подходят эти карандаши. Вот. Ну, не знаю еще, куда можно будет применить. В общем-то, мне нравятся фиолетовые, голубые, вот этот бирюзовый, зеленый такие. Розовые мне особо, конечно, не нужны. Но, возможно, куда-то применю желтые. Ну, желтые нужно хорошо наслаивать, чтобы... Понятно, да, чем менее пигментирован цвет сам по себе, да, то есть тем он и в постельных оттенках будет менее ярким. Вот. Ну, в принципе, в целом я довольна карандашами. Они мягкие. У них, я бы назвала это средней мягкостью. Но, опять же, не посмотрела я, с чего они состоят. Это воск или что-то другое, да, там масляные, не масляные. Вот это единственное, что я не посмотрела. Оформление просто шикарное, карандаши удобные. Удобно их держать в руке, несмотря даже на то, что это квадратная форма, да, ну, четыре угла здесь. Вот, поэтому, не знаю, мне, в общем-то, в принципе, все устраивает. Я уже порисовала ими даже поточить. Да, один карандаш уже даже поточить успела розовый, вот этот самый бледный. Рисовала я, сейчас покажу вам. Так, я выкраску пока уберу в сторону. Рисовала я в Марии Тролли свой разворот, который сейчас раскрашиваю, который был у меня по плану. Сейчас я его покажу без закладки. Точнее, там закладка где-то есть, но, честно, они мне все равно, эти закладки, немножечко не особо помогают. Так, где там она? Вот она, сейчас вижу. Вот такая вот у меня иллюстрация получается на данный момент. Решила еще попробовать разбавить фиолетовый, сюда добавить оттенок, но, наверное, нет. Наверное, это будет лишним. Раскрашиваю я в основном двумя цветами. Это вот таким бледным розовым, вам видно в камеру это. Вот этот цвет рядом с ним применяю. И брала вот этот еще цвет. То есть, эти три карандаша у меня задействованы сейчас на цветочках в этой раскраске. Также здесь мэнджиками красила, да, коричневый вот этот вот. Ну, мэнджики пока с блендером в работе, они меня вроде как более-менее устраивают. Но именно в этой раскраске мэнджики мне не понравилось, как ложатся. Вот, возможно, тут просто сама по себе бумага такая. Но она и вправду, когда ее трогаешь, она гладкая прям такая, да. И эти карандаши здесь, в принципе, ну, маркой именно здесь ложатся, в общем-то, неплохо. Наслаиваются достаточно хорошо. Два-три слоя можно смело нанести. Ничего не скатывает, не крошилась пока что на данный момент. И это я сейчас рассказываю именно впечатление вот на этой бумаге. На другой бумаге, конечно, возможно, будет совсем по-другому себе вести этот карандаш. Еще не испытывала. Вот, но пока еще медленно так идет работа. И показывала я в начале ролика, да, вам свою покупку, это Лира Рембрандт и полихромосы. Я уже еще раз себе заказала полихромосы. Нам еще должны, еще даже до Нового года, возможно, успею заказать себе полихромосы. И хочу акварельный от Faber-Castell, который Dürer или как-то так они называются. Так, я уже сложила все в свой пенал. Это у меня сейчас Лира идет, которые у меня повторяющиеся цвета я убрала. У меня 31-го, аж целых 3 штуки. Даже 4, по-моему, если не ошибаюсь. И сюда же я убрала полихромосы. Вот они. Ну, я обратной стороной полихромосы пока что распасывала, так скажем. Ну, полихромосов у меня не так много. Но, в принципе, самая ходовая палитра собрана. Еще немножечко осталось там зелененьких, желтеньких, наверное, еще бы не хватало мне. Немного голубых, синеньких, голубеньких, таких фиолетовых. Вот, в принципе, телесные. У меня, в общем-то, вроде как все оттенки есть именно для тела. Вот, а зеленых мало. Коричневых у меня достаточно, серых, в принципе, тоже достаточно. Вот. И давайте я вам сейчас выкраску покажу. Ну, выкраска у меня стандартная, которая изначально я начала рисовать. Вот, просто я там дорисовываю некоторые карандаши. Конечно, вам будет непонятно, каких у меня не было. Но это у меня... А я уже и сама забыла, да? 102-й, по-моему, новый. В общем, все коричневые. Вот этот вот ряд где-то серого. Начиная, да, идет до конца. Это вот новые, то, что я в этом заказе, да, покупала. Вот эти вот нижние весь ряд новые у меня идут. И два или три цвета где-то здесь дополнила я то, чего мне не хватало. Вот. Сейчас еще себе закажу несколько штук. Точнее, я уже заказала, просто жду, когда отправят мне. Вот. Но уже, скорее всего, получу все остальные карандаши после Нового года. Мне нравится полихромос. Я, ну, в восторге от полихромосов, да. Мои любимые цвета, конечно же, это бирюзовые, голубые и фиолетовые. И вся вот эта вот палитра, что в эту сторону идет, это все мое любимое. А вот как-то розовые, желтые я особо не сильно люблю, но они тоже имеют место быть для цветочков. На весну очень хорошо этот набор подойдет, потому что все мы знаем, что весной цветут деревья. У нас в раскрасках есть много таких иллюстраций, и именно такая палитра пастельных оттенков будет очень хорошо на весеннюю тематику. Ну, и можно, в принципе, на летние будет применить. Вот. Я заказывала уже стену в футляре. Ссылку я оставлю в описании на эти карандаши. Покупала я их с доставкой из России за 1075 рублей. Вот. Пришли они мне в течение четырех дней. Я сделала заказ 15-го. 19-го я его уже получила. Но 15-е число я не беру в расчет, потому что это было сделано ночью. Я сделала заказ, и, естественно, ночью его никто не обрабатывает. А днем уже, 16-го числа, мне все отправили. Вот. Все пришло на склад сразу же в Москву. И отправили в этот же день. И уже вот с 16-го посылка шла, грубо говоря, на третий день. Она была уже у меня в городе. Вот. 19-го числа я не получила, а пришли мои карандаши, но смогла получить только 21-го. Ладно, у меня, как всегда, много болтовни. Ну, я надеюсь, что вам это не мешает. Ну, буду где-то иногда стараться без лишней болтовни говорить. Вот. Ну, что ж, все. Вот такие вот у меня были покупки. На данный момент скоро будут уже еще одни новые покупки, да. Ну, и всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Вот. И всем спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok